всем привет помыл брудера поставил подстелил лампы повключал греется уже 28 малышню еще посажу еще станет теплее но она короче сейчас прогреется и у этих перепелят я живу на вот эти отверстия на передней вот этом пленке по заклеивал скотчем и здесь наверно заклею вот вот как бы по 4 штуки это на первые дни и будет все нормально цыплята выводятся а это значит что уже будем сейчас высаживать я не буду дожидаться пока выведутся все те которые посушу я сейчас выберу вот так вы видели я вчера насыпал перепелком крупный корм крупный корм насыпал прям в переднюю кормушку сегодня пришел половина корма короче они его перебрали перебрали и самый крупный просто выгребали из кормушки и он там у них валялся так как бы я в этом проблемы не вижу я вот просто достал достал пеленки трусил с них корм и высыпал куром вон они там клюют вся кучка собралась как бы без отходов по убирал накормил всех напоил а ты божечки знаете они так хорошо едят просто дробленку с этим но с бмвдшкой как будто как будто корме не поменялся то есть там же была гранула меленькая а тут просто дробленая пшеница с ячменем добавил бмвд и они спокойненько едят то что я вчера насыпал им на ночь и один ковшечек насыпал выели прям под чистую кормушку вот насыпал сегодня пока вот мыл брудра насыпал полную смотрите сколько съели молодцы как бы когда они развиваются хорошо аппетит у них хороший то и мне кажется едят черти шо ну я имею ввиду что не дай все будут есть все сейчас это поставлю водички помыл помыл поилочки вот так ну тут все нормально цыплятки начали выводиться но они только начали сейчас посмотрим что там есть вот так эти пьют витаминчик можно поставить им еще этого же но вот так посрединке вдруг какой-то еще не сильно умный валенок и не понимает идти вот к этой кормушечки вот так разодвинув чтобы не нагребали поилочку корма а так на самом деле сейчас посмотрите как бы перепелята появляются на свет в размере в четыре раза кто ноет в четыре раза меньше чем цыплята но вот прошло сколько им два дня мне кажется они уже размером цыпленка если взвесить то они будут примерно по весу одинаковые ну все у них хорошо первый день я всем ставлю водичку кипяченую вот закипятил пропарил пропарил баночку блин мы пролезем нет как плотненько но пролазит секундочку сейчас секундочку нас не нужно было брать литровые ну ладно уже вода кипяченая кипятком обдал это не новая поилка так что вот так и вот так все поилочки есть вот так по застелил стены обработал этим ну ахадешкой спиртом ну и все вот так вот почему выводятся цыплята только я приготовил два брудера потому что те которые выводятся из моих яиц ну вот из кур которые у меня есть тех я отдам за это за утят за уток за семью а те которые мне прислала таня те хочу оставить себе так что сейчас загружу два брудера потом отдам цыплят и еще повторюсь что выведутся сейчас разные цыплята чтобы не думали я себе оставлю там галашей их таких всяких а отдам обычных цыплят ну в перышках вот так почему так потому что я люблю галашей их цыплят я много раз вам об этом говорил мне куры галашейные нравятся так что да можно сказать переберу не по качеству цыпленка а по внешнему виду вот себе оставлю галашеек если они будут ну красный петух то галашей так что должны быть галашейки так что пошли посмотрим что там есть да закрываем пусть не не морозятся ну уже конечно все нагрелось тут 33 тут уже 30 и тут 30 так что можно идти собирать цыплят гусочки как я и говорил сегодня снесли еще два яйца то есть вчера ночью мы с вами дождались и вот еще я вот думаю собирать по-новому или 12 часов разницы а то и меньше как вы считаете может и эти заложить в кучу ну больше будет малышей я надеюсь что их будет больше ну а там как будет в общем вот это это яйцо которое мне прислала таня я вам сразу скажу что то чего я ждал нету но это вот яйцо на которых я галочку ставил вот так такого цыпленка как я ждал нету таню смотри все что есть я тебе показываю вот так все 4567 ящичек нужен на скорлупу секундочку вот так раз и будет свободнее а так тут живых было 32 штуки ну а сколько выведется я пока сказать не могу одно вот прибита чуточку она уже вот и лопнула не знаю выведется не выведется но и там цыпленок был живой все это отправляем назад а этих 7 принесли а потом придем за следующими высажу приезжие цыплята смотрите желточными вот пуповина нехорошо убралась это не страшно она отсохнет а правильно это когда вот так видите ничего не осталось но и когда так как у того цыпленочка вот у этого это тоже не самая страшная проблема нужно сказать даже не проблема все будет хорошо еще знаете обратил внимание вот на брудер что брудер идеальный все классно что мне ну вот я немножечко не то что его улучшил это к этому нельзя относиться так смотрите здесь красная лампа а здесь лампа обычная 3 ваттная которая не греет то есть это экономка вот она холодная вот то что там экономка это опасно для цыплят знаете как как бы она просто светит чтобы у них постоянно был свет а красная на нагревает до нужной температуры выключается но бывает такое что эти лампы горят то есть это это не от производителя зависит брудера от производителя ламп ну и просто у ламп выходит срок годности и они горят и вот когда эта лампа сгорает а это экономка ничего не греет то цыплята могут замерзнуть если они стоят у вас не в очень теплом помещении то есть ну у меня конечно в сарае здесь 20 ну вы видели 18 градусов и это нормально а бывает в холодное время вы держите там градусов 10-12 и когда красная лампа не дай бог сгорит а это не греет то тут становится очень холодно и цыплята могут замерзнуть ну птенцы кто бы это не был там цыплята перепелята поэтому у перепелят я вот эту лампу поменял на 100 ватную лампу накалывания и даже если сгорит красная лампа то ой то лампа накалывания будет речь вот вот это видите она горячая то есть это обычная лампа накалывания вот так и она у меня просто была одна мы будем когда будем в магазине я себе возьму еще несколько штук хоть ними сейчас уже и не не пользуются а вот для обогрева брудера они подойдут она горит круглосуточно да вы скажете типа очень много 100 ватт в час это два с половиной киловатта но это первое время то есть где-то на недельку вы ее выключаете пока малышня окрепнет то и тогда выключаете так что думаю что это правильно потому что возле брудера я не могу находиться постоянно и не хочется чтоб вот этих пупсиков которых ждешь холишь лелеешь а они замерзнут ну вот так кушать они не будут до вечера конечно может что-то там и клюнут но так что прям есть такого не будет а уже к вечеру разбегаются расходятся начнут грестись а кушать не вот они уже кушают да я имею ввиду что если бы вы им даже не дали кушать оставили в инкубаторе до вечера то с ними ничего не случится они организм сейчас питается желточным мешком ну вот желтком который находится вот здесь то есть прям целый желток из яйца сейчас внутри вот организм его кушает вот так это для дикой природы запас пока малышня найдет себе еду тут конечно запаса не нужно делать так что пошли по остальных вот так ребят видите яйцо стоит стоя и вот цыплёночек вылупился но ему неудобно вылазить вот такой галашей малыш такого забирать я не буду я заберу вот таких сухих вот какой галашеек пути такой хороший вот галашеек это все я себе хочу оставить но как бы вот какой галашеек красивый вот не галашеек вот не галашеек черненький скорлупы сейчас уберем яйцо развалится и выводиться будет им полегче потому что вот смотрите вот видите проклюнулся а ему не как оттолкнуть скорлупу потому что места нету все убираем это убираем вот вывелся ай-яй-яй какой хороший оп оп вот скорлупа не нужно вот 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 тоже вылез а неудобненько оп вот скорлупа все забрали все забрали раз яйцо разложили этому малышу дали место для выхода скорлупу убрали вот это все убрали сюда пупсиков в кучку поклали вот так все это отправляем назад в инкубатор пусть не мерзнет раз тут мало можно несколько яиц забрать в тот лоток потому что там свободней стало оп вот так все раз два вот этот лоток который самый первый выбрали тоже возвращаю обратно закрываем еще написали что андрей пожалуйста право скопируй то яйцо которое перепелиное которое собирал от курочек когда уже не было петуха я вам говорил что я туда заклал полный лоток а эти последний день клал вот сюда отдельно потому что там места нету и вот через пять дней я их право скопирую и посмотрим правда что курочки несут оплодотворенное яйцо даже если самца убрать на протяжении нескольких дней яйца разного размера и цыплятки тоже разные одни такие прям массивно большие и кажется что у них такая прям какая-то водяночка на теле потому что яйцо большое а а из маленького яйца вылазят такие прям сухенькие цыплята потому что там им нечем хоть и какой маленький так нечем питаться вот смотрите какой видите какой видите какой малыш и такой маленький все ждем дальше вывод будет аж до завтрашнего вечера вот так вот так все 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 вот так ну прошли тут свет я выключаю дверки закрываю и идем к брудеру смотрите средний брудер как бы верхний тут холодно нижний там холодно а среднему тепло самая лучшая температура да оп сверху там семь а тут сколько вывелось сейчас посмотрим два туда ближе к лампе четыре четыре шесть не могу два взять восемь десять двенадцать тринадцать короче сверху семь а здесь тринадцать два десяточка два десяточка обормотика вывелось все пузачки кругляшки угол шейки какая-то непонятная жидкость вот сзади знаете вот прям непонятно что такое смотрите тут все хорошо с этой стороны как вам видно а тут вот гляньте что вы видите кожа лишняя как будто и там как будто жидкость не знаю что это такое ничего сказать не могу прослежу за ним так с виду здоровый цыпленок прослежу за ним вам тоже обязательно покажу что с ним не так и почему он такой вообще непонятно что так видите как будто мешочек какой-то хоть бы его никто не плевал ну короче посмотрим вот такие вот дела все а может даже не нужно будет ничего заклеивать посмотрю как поднимется температура вообще 32-31 градус очень тепло цыпляточки не кучкуются чувствует себя хорошо вот так ну все обычные того чего я очень жду нету ну это нехорошо очень очень хотелось чтобы было все отдыхают поразваливались туда-сюда открывай дверь температура не 35 а вот 34 видите ну и они не кучкуются то есть они на парочку дней стали старше у них появился подкожный жирок ну как бы все равно появился и просто организм стал сильнее энергию берут с корма поэтому то что температура ниже это не страшно день день-два и можно по чуть-чуть снижать тараканчики гляньте как развалились ой как спят детки ноги протянул ой как отдыхает ребеночек да ну вот так ждем дальше следующий раз буду выбирать поздно-поздно ночью потому что нет смысла туда лазить каждую секунду ну как бы забирать их но все равно вам хочу сказать что в инкубатор стоит заглядывать потому что бывает такое что цыпленок прокрутился например вы с влажностью что-то не то сделали ну как бы не такую выставили как надо инкубируется у меня сейчас при влажности выставлено на датчике 65 а ну типа натуральная температура которая есть не температура влажность которая есть в датчике в этом инкубаторе показывает 57-59 и вот с такой температура с такой влажностью они у меня и инкубируются гляньте как поехал и инкубируется гляньте у него все хорошо это он на курорте отдыхает вот ха 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 такой обормоз и с такой влажностью они и выводятся то есть я не не опрыскивал ни разу яйцо ни перепелиное вот так что он развалился ни куриное сейчас то есть спокойненько все само выводится а если например у вас влажность повысилось потому что когда молочня начинает вылазить они мокрые они начинают в инкубаторе сохнуть И влажность в инкубаторе поднимается, и когда цыпленок начинает прокручиваться в яйце, скорлупу он как бы пробивает, а вот подскорлупная пленка, она бывает настолько плотная, что цыпленок, прокрутившись в яйце, не может открыть крышку и просто обессиленный задыхается. Вот поэтому я рекомендую в инкубатор изредка хотя бы раз в два часа заглядывать. То есть заглянули, посмотрели, вот это как я говорю всегда, что типа крышку открыл цыпленку, типа помог. Вот это обязательно нужно делать. И гуся там могут так застрять в яйце, задохнуться. Уже готовый гусенок, раз он начал крутиться, вся птичка, которая начала в яйце крутиться, значит желток уже затянулся, пуповина затянулась, и птенец готов вылазить. Даже если он не прокрутился полностью, просто берете, открываете ему крышечку, и ему легче, он вылазит и не мучается. Все. Ты, обормот водяной, черный водяной обормот, что не так с ним? Посмотрим. Водичка кипяченая первый день, только завтра будут пить вместе с перепелятами витаминки, так что вот так. А цыплят я буду пропаивать. Цыплят буду пропаивать. Но... Да, наверное, завтра начну пропаивать цыплят не витаминкой, а антибиотиком. Одна курица у меня с глазом была больная, одна ходила такая сонная, невеселая, так что нужно цыплят пропаить. Так что никакого завтра витамина. Сегодня чистая кипяченая водичка, а завтра антибиотик. Ладно, друзья. Все. Тут вот все помыто, еще и не полностью высохло конденсат. Ладно, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Да, девки-хлопцы? Сейчас вам водички принесу. Налью. Ну и всем... Ой-ой-ой, как весело, да? Вон, смотрите, как едят. Ну, все. И это. Хаврошечка подошла. Хиври, да? Вот это и правда мне написали. Вот это такая толстая стала, большая. Да они все вот ровненькие. Кабанчик же меньше, а так свинки ровные. Ну вот, три таких ровненьких, хороших. Скоро разница с Семеном и Одаркой будет маленькой. Потому что, ну как бы, они же в весе у них разница. Например, 3 килограмма и всего-то 13 дней. И вот эти 3 килограмма в разнице могут и остаться. Ну, может 5 станет. А может даже с Семеном и Одаркой будут меньше. Потому что, ну как бы, рост у всех разный. А возраст все-таки 2 недельки. Поэтому, когда у деток разница в 3 килограмма, это заметно. А когда у взрослых, это незаметно. Так что, возможно, через месяц эти 3, ну вот это, вот это и вот это сравняются с Семеном и Одаркой. Все. Всем пока-пока. Увидимся позже. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.